Игрушка, и соблазны, у свой закон не классный. Иди, мой друг, всегда иди, дорога и добра. По благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы перед театром Натальи Бондаревой стояла непростая задача. Рассказать дошкольникам о необходимости делать правильный нравственный выбор в жизни, руководствуясь истинными духовными ценностями. Творческий коллектив театра специально подготовил спектакль «Лесная история о том, как ежик смог сделать правильный выбор». Изначально название было «В гостях у правильного выбора». И сложно было представить, как сделать такой образ, правильный выбор, кто он, какой он должен быть, мальчик, девочка, что это должно быть по костюму, непонятно. И потом потихонечку мы решили сделать сказку о дружбе, чтобы каждый ребенок мог сделать свой правильный выбор в жизни. Создание костюмов – кропотливая работа. Готовятся порой они не один год и зачастую используются в нескольких постановках. К примеру, вот ежик, главный герой, у него тысячи иголок, сшитых из парчи, набитых синтепоном и пришитых вручную. Ну что же вы? Я так мечтала, чтобы у меня появился друг, а тут вдруг, и у меня два друга. Всего в рамках рабочего плана Управления образования администрации округа и Одинцовского благочиния прошло четыре спектакля. Для малышей, родителей и воспитателей нескольких детских садов. Ребята погрузились в сказочную историю и священнику Александру Стрелкову, клирику Знаменского храма, было легко говорить с ними на взрослую тему о взаимоотношениях между людьми. Как донести эту тему для детей или содержание этой темы? Ну вот это вот основная задача была для нас, которую, я думаю, мы с Божьей помощью и содействие театра Натальи Бондаревой успешно реализовали пока что для детских садов. Дети на одном дыхании смотрели спектакль и получили только положительные эмоции. У меня первый раз по телепу показывали. Представление было теплое. Ежик сделал хороший, правильный выбор. И теперь не только все его тут друзья. Все его тут друзья. Я, дети, взрослые. Но взрослые вспомнили детство. Дружба – это не вещь. Дружбу нельзя потерять. Это первый опыт подобных мероприятий. В будущем планируется проводить беседы в разных форматах и для ребят постарше. Ну там уже, конечно, другой формат. Будут мы готовы мероприятия. Если немножко, так скажем, анонсировать, у нас 1 декабря будут проходить мероприятия в 6 и в 2 лицеях. И будем говорить о том, что является основами именно нравственной жизни здоровой личности. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.